Всем привет, ребят! Хочу в этом ролике рассказать вам о Соболе. Да, Соболь 2217, вот. Это уже второй Соболь, получается, который я приобрел. И второй тоже, вот такой, 2217. Получается, это у нас идет автомобиль дорестайлинговый, с квадратными фарами. Вот, вопрос, почему приобрел именно такой, почему не приобрел с капельками? Он же выглядит симпатичнее, там, как бы, торпеда другая, более, как бы, современно он выглядит, похож на иномарку. Ответ, потому что железо хуже, вот, в этих новых Соболях, ну, вот, как бы странно это ни звучало, железо хуже. По крайней мере, те, что мы смотрели, до 5000 долларов, вот, во всех этих Соболях хуже железо. То есть Соболь, вот этот, на котором я сейчас еду, 99-го года, до этого мы брали 2001-го, вот, ну, реально на них железо лучше, чем на Соболях, которые там 2007-го, 2008-го года. Они все снизу гневые, вот. Теперь по поводу машины расскажу, как бы, это очень хорошее соотношение между ценой и качеством, и функциональностью. Получается, что до этих цен, как бы, до 5000 долларов, смотрели разные мы машины, смотрели и иномарки, и газели, там, и Соболя, вот. Получается, что самый оптимальный вариант – это Соболь. Почему? Первое, потому что у него цена, как бы, хорошая за такое качество автомобиля, иномарки за те же деньги, за счет того, что у них, как бы, выше престиж самого автомобиля. Вот, они гораздо в худшем состоянии, гораздо в худшем состоянии старше года, как бы, все они помятые, мятые, перемятые, битые, в общем, после коммерческого использования. Вот, теперь дальше, Соболя, какие позитивные, как бы, моменты, что у него очень высокий дорожный просвет, то есть, есть даже вот Ford Transit, приблизительно, ну, с таким же кузовом, как бы, внешне даже похож, вот. Ну, у него, получается, что гораздо ниже дорожный просвет, меньше колеса, но у нас, в наших реалиях, как бы, это очень важный фактор, потому что все время, какое-то ты попадаешь, даже, там, вот, по городу ездишь, где-то какое-то бездорожье, дорогу делают, стройка, какие-то камни, бровки, вот, все время надо что-то переезжать. Недавно, вот, был у нас потоп, как бы, дождем заливало, так, чтобы по колено воды было, вот, мы на Соболе ездили, как бы, нормально, вот, легковушки все там тонули. Вот, по поводу маневренности автомобиля, скажу, что маневренность у него просто вообще феноменальная. Здесь у нас стоит гидроусилитель руля, и получается, что крутится вообще одним пальчиком, вообще легко, даже, я вот, когда пересел, ну, в Сопеле сюда, как бы, для меня аж слишком легко, я первое время не мог справиться, как бы, вообще, ты руль крутишь, а усилия нету никакого, усилия нулевой, ты вот только тронула его, и все, и он уже поворачивает. Во дворах очень хорошо он разворачивается, вот, мы ездим, получается, в основном по городу, везде, как бы, парковок нету, парковочных мест нету, все заставлено автомобилями. Разворачиваться очень удобно, очень удобно, вот, и даже вот для города, я скажу, что, поэтому Соболь лучше, потому что Соболь, получается, что вывернет везде. Вот, Газель чуть-чуть длиннее, вот, и уже вот во многих ситуациях, я скажу, что, я бы не смог развернуться на этом самом, на Газели. А на Соболе нормально, на Соболе нормально все получается. Теперь дальше, следующий момент по мотору. Здесь у нас стоит мотор ZMZ 406 с карбюратором. Карбюратор, конечно же, это, как бы, не то же самое, что инжектор. То есть, карбюратор есть, у него своя специфика в работе, как бы, едет он, скажем так, хуже. Также мотор, вот этот именно, карбюраторный, его специально задавили, то есть, в принципе, мотор этот, он должен выдавать мощность, там, 130-140 лошадиных сил, вот, с таким объемом, с такой, как бы, компоновкой. Вот, но он у нас выдает, там, до 100. До 100, его специально задавили, как бы, это было такое задание, как бы, было такое задание, получается, сделать мотор до 100 лошадиных сил, ну, чтобы он вошел, как бы, по каким-то, там, параметрам, по налогам, там, еще по чем-то. Ну, в общем, вот такое было задание на проектирование, до 100 лошадиных сил, вот. Ну, его, как бы, можно немножко переделать и вернуть ему былую мощь, былую славу, вот. Потому что изначально этот мотор, он был сделан именно инжекторами. Карбюратор, на видишься, получилось потом, именно, вот, по заказу этого слабого мотора. Вот, что еще сказать, по поводу грузоподъемности, получается, что прям грузоперевозками заниматься у вас не получится. Вот, хотя, там машина способна поднимать, в принципе, какой-то вес, там, тонну, полторы, я думаю, на нее можно грузить спокойно, вот. Но, тем не менее, не получится. Почему? Потому что цельнометаллический кузов, вот, объем довольно маленький. Длина, вот, этого грузового отсека всего лишь, там, 2,40 получается. То есть, мы, вот, возим, как бы, когда занимаемся грузоперевозками, возим, ну, можно диван перевезти, можно, там, ну, диван и шкаф, там, ну, такое, по мелочи. То есть, даже квартирный переезд на этой машине вы не сделаете. Вы не сделаете, как бы, и если, вот, заниматься именно грузоперевозками, что называется, нужно брать, конечно же, бортовую газель, вот, бортовую газель, удлиненную, с тентом, вот, тогда можно возить, потому что грузы бывают, часто, не тяжелые, но объемные. Вот, и сюда, как бы, много не влезет. Вот, даже, там, двуспальная кровать большая, метр восемьдесят на два, она влазит еле-еле по диагонали, вот. Ну, в целом, я машиной доволен. То есть, большую машину, как бы, хотел брать, но потом, когда почитал, посмотрел, как люди, сколько зарабатывают на этих грузоперевозках, в общем, вот эти точечные перевозки, как бы, они даже лучше. Почему? Потому что меньше, как бы, проблем, а заработки те же. В целом, машиной я доволен. Я бы сказал так, что, если бы сейчас был выбор, я бы, может быть, единственное, что взял бы Суболь с инжектором. Вот, единственное, что, вот, работа карбюратора, как бы, мне не очень, как бы, устраивает, не на сто процентов. А так, во всем остальном, как бы, вот, все отлично. Может быть, я еще рассматриваю такой вариант, что я куплю этот набор инжекторный, как бы, ну, просто тут переделаю. То есть, оставлю эту же машину, но переделаю на инжектор. Вот, расход бензина, получается, немаленький. Вот, я, у меня тут стоял карбюратор К-151, в общем, ну, родной, который ставится сюда с завода. И у меня была с ним проблема, что он все время переливался. Время на холостом ходу плохо работал, вот. Поэтому я купил сюда Соликс, поставил. И Соликс этот, делаю, как бы, с ним эксперименты разные ставлю. Там жиклеры, вот такое. Вот, в общем, расход, вот, последнее, что я делал, у меня был 15 литров. Вот, после этого я уменьшил жиклеры. Сейчас вот замеряю, хочу, как бы, дойти до 12-13. Это у нас по городу, по пробкам. Ну, как бы, пока еще нету данных. Вот, пока я пока еще замеряю. Вот, посмотрим, что из этого получится. В общем, все, ребят, всем пока. Надеюсь, видео было полезным. Подписывайтесь на канал, пишите комментарии. Все, до новых встреч.